В конце прошлой недели городские власти утвердили новый логотип города Рязань. Им стал вот такой профиль богатыря. Напомню, ранее Рязань символизировали контуры куполов, которые отсылали нас к Успенскому собору из ансамбля Рязанского Кремля. Мы решили узнать у жителей нашего города, как они относятся к новому логотипу. Вполне подходит, потому что купола это как-то не очень приемлемо, у нас не особо церковный город, поэтому я думаю, да, это вполне достойно будет. Богатырь – это как-то вот сила, такая мощь идет, а купола, они просто, ну, тоже хороший самый символ, потому что это все-таки что-то связано с религией, с такой, с это. Мне кажется, вот это больше подходит. Лучше купола. Почему? Ну, оно как-то, как бы рассматривается историей и правильной. Вот исторически сложившиеся купола, древний город Рязани и лучшим купола. Не каждый может понять, что это символ Рязани, потому что богатырей на русской земле хватало, в каждом городе был свой. И никто не понимает, что это именно рязанские богатыри. – А купола, вы считаете, что это… – Ну, да, как-то он… Купола-то все узнаваемые, а этот герой не узнаваемый. Ну, видишь, он какой-то там, видишь. Если бы он написан, то он там есть. – Может быть, было, можно и добавить богатыря к куполам? Я привыкла к куполам, а новые как-то не очень. Сразу не поймешь, если так вот кто-то и нет, если бы не объяснили, это долго было бы разбирать. Напомним, в 2013 году муниципальные власти уже предпринимали попытку создать так называемый бренд Рязани. Тогда на суд народный был представлен концепт «Рязань – березовый край». Три вышитых березовых листочка должны были стать отражением характерных особенностей региона. Бренд получил в основном негативную оценку пользователей интернета. И был категорически отвергнут общественностью. Приживется ли новый логотип, покажет время. Его автор отметил, что образ изображенного защитника отсылает к героической, многовековой истории города. И может напомнить как о подвиге Евпатия Калаврата, так и о князе Олеге Рязанском. Награждение победителей и участников конкурса идей пройдет в рамках одного из ближайших фестивалей проекта «Встреча на почтовой». Работа над окончательным вариантом логотипа и фирменного стиля для города будет завершена к 15 августа текущего года.